Суббота сегодня, для некоторых последняя суббота. Мальчики все помылись? Да. Взрослые помылись? Ты как царь? Да. Роман, один. Хороший баня? Ну, решил испытать, там надо поправить. Жар есть, нет? Жар есть, да. А что, тебе не хватало? Веника не было? Нет, там надо глиной замазать. Замажь. Так. Девочки, все помылись? Да. Кто не помылся? Один человек. Когда сейчас пойдешь, там Надежда Васильевна подсыпи еще. Близко время расставания с некоторыми. Завтра у нас уезжает сразу. Завтра Екатерину берете с тобой? Нет, мы с тобой не берем, у нас нет места. А завтра не уезжаете? Уезжаем. А Екатерина когда? С Алексеем Устиновым. С Алексеем Устиновым она уезжает. Когда? Сегодня? Завтра. Завтра утром. Завтра утром? А за ним машина приедет, Александр приедет сам. Муж. Ну и все, что сказать на это. У меня вот хотел посоветоваться с вами. Около дяде Игоря недели три назад появился голубь. Белый какой-то пестрый, видно, что не чисто белый. И главное, турман переворачивается в воздухе. Смелый такой, прям рядом ходит и ему там зернышки подсыпают. Никуда не улетает, один. Я поехал, говорит, мой или не мой. Был у тебя там пестрый? Надо с вас спрашивать. Если был на второй период, то не знают. И вот у меня сейчас задача стоит, как его перемануть к себе. Один из вариантов такой, я беру голубей своих, несу их не в корзине, они же у меня не почтовые. Я колоневую выпускаю, чтобы они видели дорогу. А он их увидит, может быть, прилепится к ним. А они ему скажут, пошли к нам, у нас там пшеницы полно, а ты что тут один ходишь-то? У нас в лагере там на второй голубятни, вот, жица там, и вода есть, и все. Пойдем к нам в наш лагерь. Голубь тут. И он прилетит. А может быть так, он скажет, да брось ты вы, я свободный, куда хочу, не работай, а вы там что-то делайте, наверное. И он моих обоих переманит. Так может быть. Я смотрел, как воскресенье ходили, вот так вот на ногах никогда не, на носках никогда не подтягивайтесь. Это очень нехорошее качество. Очень нехорошее. Поняли? Вот так вот расшатываются. Я посмотрел место, то в эту полез, без разрешения в стройку, то отдельно где-то. Это хорошо, что ты идешь, но без разрешения это кончится печально. Ты погибнешь. Погибнешь очень рано. Везде лезешь. Нельзя это делать. Ты смири себя и смотришь. Кричат, место откуда, только отсюда вылез из окна. Уже на двой стороне в крапиве. Но это не годится. Они помыли сегодня. Белье все новое. Косы им запретите, девочкам. Чтобы они не были... По мне, так они вот так вот даже и лучше. Ну, порасохнет тогда. Все чистое на них? Да. Да, девочка. Ну, все чистое, что говоришь, чтобы это не чистое? Так. Все у нас? Давайте за стол. И после этого, сегодня суббота, маленько отдохните. Перед тем, как идти в храм, чтобы в храме не гремали. Все, платочки есть. Давайте с Богом. Девочки, после обеда стилы собираем. Ясно, бабы? Мои дети не собираем. Все, у меня в отцомовый струк. Вещи собирать, это не с вас. Не собирайте вещи, я жми. Пробалите маленькую грязь. Прямо все по грязи и добить. Прошу. Расплите носочки, все, я жми. Расплите носочки, все, я жми. Божий, побилуй нас. Аминь. Аминь. Ты мне так, намолите долг? Нет. Не, стоп. Раздадут сейчас. Что так пересчет? Хлеба нет. Я думал, два будет. Ну, посмотри, сколько. А они вперед идут. Ну, тебе зачем это знать? Стукнули, все собрались, и ты посмотрел на часы и пошел отдельно, или как? Из 15 вышел оттуда. Так ты оттуда вышел. Я заходил, сейчас узнал. Надо быть предельно честным. Вот едет архиерей. Архиетист. Платочки под ногами валяются. Почему? Карманы так и не пришли. С этим и пойдут домой. Покажи, встань. Агния, где у тебя карман? У меня два кармана. Да положи, почему платочек на полу валяется. Агния, в платье два кармана. У меня в кармане было. Ну, продается икра. Икра. Приходят продать дьяконы. Говорят, Владыка, я икры достал. Икра, я-то продается. А как ты достал? Ну, я пошел в ресторан, там, против дьякон Шуры-Муры. Дьяконка схватил, это Шуры-Муры. В эту консервную банку-то как запулил вдоль по вагону-то. Вот и все. То, что он понял, доставать надо не через Шуры-Муры. Законным путем. Дьякон, представьте, говорит это архиерия. Архиерия так отреагировала, что дьякону это не надо уже было. Лучше бы он быстрее крепил. Вот так. Мне брать голубя туда, тащить или не тащить? К этому голубю. Тарас, надо сперва взрослым положить. Не знаю даже. С чего ты начал? Надо, чтобы кто-то более двое, чтобы ее в корзину не сажать, в руках не стих, чтобы он не видел. Со старшим еще. Ладно. Давайте, садитесь. У него есть аппарат, который может перфоратор. У Алексея взять, чтобы он работал, энергию вырабатывает. Сейчас я пришел оттуда. Во Франции был теракт. Витя родила с дочкой во Франции. Ангелиной назвали. Витя родила с дочкой. Витя родила с дочкой. Вот теракт. Будто бы какой-то там мусульманин сел на машину, поехал на дачу, не на дачу, на пляж и начал людей давить. Вот так я не знаю, почему этот мусульманин так сделал. Ну не знаю. Но про себя думаю почему. Если он настоящий мусульманин, ему хочется, чтобы благочестие в их понимании Корана было на всех людях. А там не слушает его. И он решил дать пример. Вот приходит в магазин, а девчонка продает и без платка. Ну и как всегда, воротник не вот так вот, как есть, а вот так вот вырезано. Вот и не годится. Какой это воротник-то? Ну они мусульмане, в Англии. Он подошел, он говорит, ты с этой стороны надень хиджаб. Вон как, вон девочка сидит, вот у ней беленькая, красненькая там. Не уравей. Вот у нее, видишь, как воротничок полностью затянут. Вот у этой, у Ксюши. Она не послушала. Вон другой раз, когда пришел в магазин, то она опять как была, так. Она думает, кого-то привлечет титьками. Какого ты привлекешь-то? И он говорит, еще раз, если такая ты будешь, я тебе отрежу кое-ще. Видимо, показал ей. Она побежала, дрожит вся продавщица, директору. Они пришли, они меня угрожают. А продавец вышел-то, директор, а никого уже нет в магазине. Она говорит, оденься как следует. Если они сказали, они сделают. Приходит третий раз, она одетая как следует. Нам нужно обязательно, чтобы вот сюда вот нож подставили. Идут голые. Они взорвали интернет. А что, идут полностью голые женщины задом, сюда по шоссе. Взорвали интернет. Чем они взорвали? Ну, не знаю. Что они взорвали? Это напилиси пиво? Или что? Владимир Юрьевич. Вон, смотри пиво. Мне интересно показался рассказ такой. Мужчина знает, как пиво делать-то. Надо взять дрожжи. Там что-то муки. Девочка, они раздают. Он решил, что класть, я внутри себя. Залью сразу и пусть пиво будет. Выпью сразу дрожжи, съем. Ну, жена жене сказал, маленькая погодя, слышит какой-то грохот. Жена вышла и говорит, что, крышку сорвала? Она говорит, да нет. Он говорит, дно вышибло. Такой грохот у него стоит. Вот у нас и так же. Еще попало наедятся и дно вышибло. Максик, иди сюда. Пусть ты раз сам раз молчишь. Сырой не клади. А еще кроме просто каши что? Пол кружки простокваши рублены. Пол кружки. Сухие раздавай. Сухие раздавай. Давай всем раздавай, а то сидят стонут. Деньги простокваши рублены. Деньги простокваши рублены. Господи, прости меня. Продолжение следует...